Велосипеды Одно из старейших машиностроительных предприятий Пензенской области и старейший велозавод, начавший выпуск велосипедов еще при царе, производил велосипеды ровно 101 год, с 1915 года по 2016. Если в центральной части СССР доминировала продукция завода ХВЗ, то за Уралом властвовал ЗИФ. Пензенские дорожные велосипеды получили престижные международные награды, например, большую золотую медаль на международной ярмарке в городе Плавдиве и международный приз Арка Европы. Жаль, что такая яркая звезда советского, а потом уже российского велосипедостроения угасла на 101 году существования. Что можно сказать про ХВЗ? Я бы начал с более 20 миллионов произведенных велосипедов всего за первые 50 лет существования завода. Каждый второй шоссейный велосипед становился легендарным, а на каждом первом выигрывали медали. Наверное, это связано с тем, что при заводе действовало единственное в СССР конструкторское бюро велостроения – ЦКТБ Вело. К сожалению, пожар 2009 года сильно подкосил завод и к прежним мощностям он уже не вернулся, хотя до сих пор выпускает велосипеды. Еще немного и ХВЗ перешагнет свой 100-летний юбилей. Еще один бренд, основанный потомственной оружейной династией. Тут стоит уточнить, что компания стала производить велосипеды из-за кризиса оружейного рынка после Первой мировой войны, который они, в отличие от вышеозвученного вафферранд, предусмотреть не смогли. Сама же компания Arbea была основана в 1840 году. Бренд существует и по сей день, причем вполне успешно, но в этом списке он занимает почетное третье место с конца, не дотягивая пока до Гордова, существуем уже более 100 лет. Возможно, у них все еще впереди. Посмотрим. Велта. Странно звучит, не правда ли? А вот легендарные велосипеды Урал вспомнят многие, кто был рожден в СССР. Мой первый взрослый велосипед был именно Урал. Я до сих пор храню его в гараже как память. Да и не менее известную каму тоже производила Велта. К сожалению, в 2006 году произошло банкротство и 60 лет истории канули в Лита. Хотя стоит сказать, что к этому моменту бывшие сотрудники завода уже создали бренд Форвард. Но это уже другая история. Орленок и Аист – две популярнейших в СССР подростковых модели велосипедов, выпускавшихся заводом Минск, который позже создал серию одноименных дорожных велосипедов. К сожалению, нулевые подкосили бренд, созданный на реквизированных немецких станках. В 2018 году завод был признан банкротом и перестал существовать. Следует сказать, что с 2016 года эти велосипеды производит другая контора, но под тем же самым брендом. Поэтому с сильной натяжкой я не стану прекращать историю и засчитаю бренд действующим уже более 70 лет. В итоге мы получили 11 старейших велосипедных брендов, производивших современные велосипеды. Слово «современные» означает, что велосипеды имеют одинаковый размер обоих колес и пневматические шины. Потому что если в этот список включить всех производителей так называемых пенни-фартингов, если вы знаете еще какие-то бренды, которые были созданы до 1950 года, я вот поставил себе такую планку «1950 год». Напишите, пожалуйста. Я поизучаю, потому что я вот не смог найти других брендов. Есть там «Дероса», который 1951 год, но вот строго до 1950 года. Благодарю за внимание. Я Алексей. Bye.